Датская ель Второе важное правило для хранения елки дома – ее питьевой режим Для этого продавец Андрей Хоменко рекомендует ставить дерево в специальную подставку При установке дерева вы сюда ставите ствол, который закручивается вот такими пластиковыми болтиками с трех сторон Вот этот вот желт, он сделан как раз таки для того, чтобы поить дерево Поить хвойное можно специальным средством, либо обычной водой с сахаром Как только жидкость в подставке закончилась, добавляйте еще одну порцию Такой уход значительно продлит жизнь новогодней красавицы Мы некоторым своим деревьям даем имена и провожаем их новым хозяевам Как зовут эту? Эту зовут Маруся Маруся – русская ель Именно за такой на елочный базар приехал заместитель главы округа Игорь Панчук Говорит, сколько бы сортов хвойных не появлялось на прилавках Он и его домашние из года в год выбирают отечественные деревья Конечно, традиционно еще с детских лет я привык к натуральной елке Потому что от нее запах, от нее как-то уютней что ли в доме Ее с особым таким трепетом любовью наряжаешь, ставишь старого советского Деда Мороза со снегурочкой подарки и как-то это возвращает в детство Купить елку и отправиться опрямиком в детство можно не только у торгового центра Лига В городе открылись сразу 14 елочных базаров Их адреса можно найти на официальном сайте администрации округа Работать при лавке будут до 31 декабря включительно Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, Новости, Химки ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова